Сентября в Германии вступило в силу постановление об энергосбережении на 6 месяцев. Оно обязывает отключить отопление в проходных помещениях общественных зданий. Теплую воду для мытья рук здесь также запретили. В государственных офисах должно быть не более 19 градусов тепла в будущем отопительном сезоне. Исключение сделали для детских садов, больниц, школ, домов по уходу за престарелыми. Частные компании также должны регулировать комнатную температуру в своих офисах, а розничным магазинам предписали держать двери закрытыми. В постановлении указано, что памятники и здания не должны освещаться ночью для красоты, а неоновые вывески и световую рекламу следует отключать с 22.00 до 16.00. Относятся правила энергосбережения и к частному сектору. Домовладельцам запрещается использовать газ или электричество для обогрева домашних бассейнов, как на улице, так и в помещениях. К другим темам. Жители Германии считают повышение квалификации на работе важным фактором для карьерного роста и успеха на рынке труда. Больше всего они хотели бы получить законное право выбирать профессиональное обучение из каталога предложений, представленных по месту работы. 72% считают, что повышение квалификации поможет идти в ногу со временем на рынке труда, который постоянно меняется, а 63% респондентов поддержали обязательное ежегодное обучение для тех профессий, которые больше других подвержены структурным изменениям. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах инициировал масштабное расширение системы здравоохранения. По всей Германии он хочет установить медицинские киоски здоровья. Сюда смогут приходить люди с медицинской страховкой и без нее. Те, у кого нет семейного врача или им сложно пойти в больницу из-за языкового барьера.